Губернатор Приморья Олег Кожемяка находится с рабочим визитом в Харбине в рамках Дней культуры Приморского края в провинции Хэйлунзян. Накануне глава региона посетил экскурсию по Старому Харбину. История города тесно связана с Россией и Приморьем. В 20-е годы прошлого столетия сюда эмигрировали тысячи русских, многие из Владивостока. Олег Кожемяка поблагодарил китайские власти за бережное отношение к нашей общей истории. Большая волна миграции, конечно, была после 22-го года, когда в Владивосток вошла армия Боревича. И, безусловно, здесь наиболее такие яркие личности. Это Игортинский, здесь бывал Шаляпин. Для Владивостока это, конечно, и Бринер, который тоже через Харбин, и Аксений Исмелов, известнейший поэт и писатель, в котором стоял яркий мемуар, в том числе о вспоминаниях в Владивостоке. Те песни, стихи, на которые слагали песни, которые сейчас звучат. Поэтому для нас, наверное, это часть нашей истории. Хочу сказать спасибо китайским властям всем, что они все-таки сохраняют вот этот долг. Будет в музее подтверждение тому, что здесь был русский долг, где-то он еще остается. Наша задача, конечно, поддерживать те общества культурные, которые есть. Здесь есть русское научное общество в Харбине. Нам необходимо перепечатать те материалы, которые ранее были в издательстве «Рубеж», которые называют Каукман. Это Ирковский, это тоже Харбин. Поэтому, наверное, этот город очень тесно был связан с Владивостоком. И сегодня появилась у меня возможность провести некоторое время здесь. Потому что с удовольствием бывает, чтобы как бы вспомнить и, наверное, передать те впечатления от тех улиц, по которым ходили эти известные люди, посмотреть эту архитектуру. Это будет окунуться немножко в тот мир, в той части нашей России, которую мы, скажем так, где-то оставили. Наша задача – это восполнять на тот период издание публицистических материалов и поддержкой наших людей здесь, в Харбине.